всем привет сегодня у нас 4 сентября у меня начинают поспевать яблоки снежный кальвий думаю что нужно его уже снимать на хранение это первая первые сигналки в этом году то есть я его брал у отца в саду у него она росла на сильно рослом подвое мы ее как спилили три года назад и три года назад я брал черенки делал аккопулировку на подвоем 9 и через три года получил первые сигнальные плоды этого сорта яблоко вкусное очень ароматно и от яблоки сорт у нас рос очень давно решили перепривить и я и отец на подвоем 9 сейчас я буду обрывать и закладывать на хранение яблочки красивые товарные хоть бы это одной рукой рвать конечно не попадали уж и жалко держаться не сильно хорошо я приехал они уже чуть-чуть начали сыпаться вот их немного может штучек 15 завязалась она лежит недолго до декабря а с декабря по январь тоже может лежать на у нас становится уже таким рыхлым яблоком то есть его то самое лучше употреблять сейчас сейчас можно его кушать ну полежит она больший аромат такой возьмет где-то недельки три полежит в октябре его можно октябрь и ноябрь кушать они аж светятся на солнце и яблоки красивые могут быть с рума с румянцем с небольшим вот видно такой нежный румянец и от яблоки красивые уже смотрю даже кто-то клевал их какие-то птички вот яблоко так клёванные уже на девятки размер конечно крупный у нас на сильно ростом по 2 яблока шара слоту яблоки были не очень крупные яблоко очень очень ароматная очень классный аромат такой и плодяки красивые то есть на м девятки с поливом на такой размер у них классный вот верху яблоки более-менее остались а внизу посыпались чуть-чуть что-то осыпались но у нас жара сильная то есть может быть их можно снять и чуть позже но дело в том что жара начали сыпаться может влаги не хватает то есть они уже я смотрю что я пробовал пару рвал то поспели то есть уже хорошую или косточка уже начинает коричневить как раз на на хранение залаживать отличный сейчас на самом верху яблоки не упасть здесь не так поставил неудобно какие-то яблоки красивые вот нарвал такая красота такие вот яблоки наверное ящичек получается яблок вот такого плана полна ящичек яблоки на третий год нам девятки снежный кабель яблоко вот может быть таким румянцем на солнце если они а так желтая при хранении становится вообще желтого цвета очень красиво чистого очень вкусно яблоко сейчас вот сважим пробовать я его уже пробовал не буду потом в подвале сниму когда вот она уже дойдет полежит недельки две-три и потому что сниму покажу какой он на вкус сейчас посмотрим какой вес у него яблок 230 грамм 210 192 211 вес хороший как раз средний такой и не крупный прям не по 400 200 грамм хороший вес на 9 это отлично вот сижу слышно прям аромат пахнет это яблоко татуана классно запах приятно очень хороший 219 размер хороший грубо 200 грамм 200 220 вот помельче где 150 160 грамм на это маленькие вот еще меньше это одно такое маленькое 128 но в основном средний вес до 200 грамм такие вот яблочки красивые теперь на положить в подвалах и уже когда они дойдут наберут свои вкусовые качества свой аромат еще больше я уже сниму разрежем покажу мякоть какой она на вкус так сегодня на 4 октября прошел месяц как мы собирали на хранение это яблоко его уже можно как бы кушать даже недельки две назад можно было кушать лето было жарко осень была жарко сентябрь был жаркий в подвале когда его опускал была температура в самом помещении подвальном плюс 18 держалась эта температура до 25 сентября по этой причине она начала намного быстрее как бы размягчаться поспевать то есть не хранится как бы начинает зреть в подвале начинает и мякоть размягчаться быстрее то есть по этой причине она лежать не будет до декабря сто процентов в этом году потому что было очень жарко и в подвале очень жарко то есть чтобы она хранилась в подвал надо его пускать чтобы в подвале было хотя бы плюс 5 но не плюс 18 это такой момент в этом году яблоко очень вот такое интересное с румянцем вот такой вид у него стал через месяц сейчас покажу мякоть беленькая очень пахучая ароматная так пахнешь такой запах винный такой какой-то вино сладкий запах хотя яблоко самокисло сладкая ну с ароматом сильным таким ароматом и присущим только этому яблоку то есть сейчас попробую какой на вкус расскажу расскажу вкус какой-то мякоть не твердая как раз такая для тех людей у кого с зубами проблемы то есть вот в этот период кусается хорошо сочная сладко-кислое с приятным пряным ароматом и запах у этого яблока есть бывает яблоко кусаешь вот например голомаст так нюхаешь яблоко вроде запаха нету кусаешь вкусное яблоко ароматное все а в этом яблоке вот именно его и нюхаешь у него аромат сильный и когда кусаешь тоже чувствуется очень сильный аромат то есть яблоко хорошая вкусная осенний сорт я его наверно больше даже не к зимним а к осенним средина сентября потребление по самое лучшее вот у него именно как качество вкуса средина сентября и до ноября месяца ну до ноября это при хранении плюс 5 не плюс 18 в моем случае в этом году то она до ноября будет рыхловато я я уверен в этом 100 процентов что будет рыхловато то есть надо условия хранения чтобы были подходящие не было этого перезревания в самом хранении но так яблоко вот такое красивое вкусное нарядника старенький сорт очень старенький мне нравится с детства он у нас давно рос как бы тоже советую людям посадить кто любит осенние яблоки не пожалеют яблоко легка выращивается без проблем особо сильно не поражается ничем болезнями то в принципе отлично я свой сад обрабатываю как бы то яблоки более-менее чистые это вот от града залеченная вот эти пятнышки яблони которая росла у нас старая то есть ее никто никогда не брызгал и постоянно мы были с яблоками но я бы не было на сильно по двое на сильно росло то есть она у мало в периодичность входить на сильно росло по двое больше в один год было больше в другой вот меньше на им девятки думаю такого не должно быть ну посмотрим это первое подошение на им девятки сигналочек то есть будет видно а в целом такой аппетитный красивый вкусный нарядники сорт все во всем спасибо за внимание всем пока